Аудиокниги Марк Твен Приключения Тома Сойера Глава первая Том! Ответа нет. Том! Ни звука. Что такое сталось с этим мальчиком? Том! Старая леди спустила очки на нос и поверх их оглядела комнату. Затем передвинула их на лоб и посмотрела из-под низу. Она никогда или почти никогда не смотрела через очки, отыскивая глазами какой-нибудь мелкий предмет, вроде мальчика, например, так как эти очки были её парадные, гордость её души, и надевались для шику, а не для действительной надобности. Увидеть в них можно было столько же, сколько сквозь печные заслонки. С минуту она недоумевала, затем выговорила, негневно, но всё же настолько громко, что мебель могла её слышать. «Но попадись ты мне только! Я тебя!» Она не кончила, потому что у неё не хватило дыхания. Произнося эти слова, она стояла, наклонившись и усердно шарила под кроватью с помощью щётки. Но из-под кровати она не извлекла ничего, кроме кошки. «Вот негодный мальчишка! В жизнь свою не видывала ничего подобного!» Она пошла к отворённой двери и остановилась на пороге, высматривая Тома среди зелени томатов и ползучих растений, русших в саду. Тома не было. Тогда она, возвысив голос так, чтобы его можно было слышать на известном расстоянии, крикнула. «Ау! Том!» Позади неё что-то хрустнуло, и она обернулась как раз вовремя, чтобы поймать за рукав мальчуга на собравшегося улизнуть. «Ну, конечно, мне следовало бы вспомнить об этом чуланчике. Что ты там делал?» «Ничего». «Ничего. Погляди на свои руки. Погляди на свой рот. Чем это ты так вымазался?» «Не знаю, тётя». «Да я-то знаю. Это варенье. Вот что это такое». «Сорок раз я тебе говорила, что если ты не оставишь в покое варенье, я тебя выдеру. Давай сюда розгу». Розга свистнула в воздухе. Опасность была неминучая. «Ай, батюшки! Оглянитесь-ка, тётя! Что у вас за спиной?» Старая леди испуганно повернулась на каблуках, подобрав юбки, а мальчик вмиг шмыгнул в сторону, перелез через высокий дощатый забор и был таков. Тётя Полли с минуту не могла опомниться от удивления. Потом тихонько рассмеялась. «Ах ты! Да неужто же я никогда ничему не научусь? Или мало он ещё со мной шуток проделывал? Вот шистина говорит, что дурак всех дураков глупее, и старого пса новым шуткам не выучить. Но, господи, помилуй, ведь у него и шутки-то все разные. Он двух подряд не выкнет одинаковых. Разве тут догадаешься, что он затеял? Он отлично знает, до какого градуса он может мучить меня. А возьмись я за палку, стоит ему на минуту отвлечь моё внимание, или заставить меня рассмеяться. И весь мой гнев уж прошёл, и я его пальцем не трону. Не исполняю я своего долга по отношению к этому мальчику. Уж что правда, то правда. Любяя сына, наказует его, говорит добрая книга. А я сею грех и страдания для нас обоих. Я и сама это знаю. И то знаю, что у него голова полна всякой дури. Но, господи, что же я поделаю? Ведь он — сын моей бедняжечки, покойной сестры. И у меня как-то духу не хватает отстегать его хорошенько. Всякий раз, как я дам ему увильнуть от наказания, меня так мучит совесть, что я и сказать не умею. А накажу? Моё старое сердце разрывается от жалости. Ну да ладно. Нынче он прогуляет вечер. Придётся в наказание завтра засадить его за работу. Жестоко заставлять его работать по воскресеньям, когда у всех мальчиков праздник. Но делать нечего. Работа ему ненавистнее всего. А мне надо же хоть когда-нибудь исполнить свой долг по отношению к нему. Не то кончится тем, что я погублю этого мальчика. Том действительно прогулял вечер. Он играл в бирюльки и очень хорошо провёл время. Он вернулся домой как раз, кстати, для того, чтобы помочь Джиму, негру-слуге, напилить дров и нащипать растопки на завтра. Или, по крайней мере, для того, чтобы рассказать Джиму свои приключения. Младший брат, вернее, сводный брат, Тома, Сид, к этому времени уже выполнил свой урок, состоявший в подбирании щепок. Он был тихий, послушный мальчик, не отличавшийся предприимчивостью и потому не доставлявший хлопот своим близким. За ужином, пока Том ел и пользовался каждым случаем, чтобы стянуть кусок сахара, тётя Поля предлагала ему коварные наводящие вопросы, полные глубокого скрытого смысла, надежды, что он проговорится и сам себя выдаст. Подобно многим простодушным людям, она тешила себя мыслью, что она одарена большими дипломатическими способностями и самые прозрачные свои замыслы считала чудесами хитрости и коварства. Так и теперь она повела речь издалека. А что в школе сегодня должно быть? Было очень жарко, Том, не правда ли? Да, мэм. Страшно жарко. Да, мэм. Не хотелось тебе искупаться, Том? Тома вдруг стало как-то не по себе. В уме его мелькнуло неприятное подозрение. Он пытливо посмотрел в лицо тёти Поля, но лицо это ему ничего не сказало. И он ответил. Нет, мэм, не особенно. Старая леди протянула руку и пощупала сорочку Тома. Но теперь тебе, во всяком случае, не слишком жарко. И она утешилась, думая, как она ловко сумела убедиться в том, что рубашка суха, а никому и в голову не пришло, что ей именно это желательно было узнать. Том, однако, уже успел сообразить, откуда дует ветер. И он предупредил дальнейшие расспросы. Некоторые из нас подставили голову под кран, чтобы освежиться. Моя до сих пор мокрая, видите? Тётя Поля была раздосадована. Как она могла упустить такую существенную улику? Но тот чужий её осенила новая мысль. Том, ведь тебе не понадобилось расшивать воротник рубашки в том месте, где я его зашила для того, чтобы облить ватой голову. Ну-ка, расстегнись. Всякая тень тревоги сбежала с лица Тома. Он расстегнул курточку. Воротничок его рубашки был крепко пришит. Ишь ты! Ну да уж бог с тобой. Я уверена, что ты и баклуша белок упался. Но на этот раз я тебя прощаю. Я убеждена, что ты больше обезьянничаешь других. И на деле лучше, чем кажешься. Но помни только на этот раз. Тётя Поля была и огорчена, что её хитрости не достигли цели. И рада, что отныне Том вступит на путь послушания. Но Сид сказал, «Что-то мне не помнится, будто вы пришивали его воротник белыми нитками, а тут чёрные». «Ну, конечно, я пришила белыми нитками. Том!» Но Том не стал дожидаться продолжения и, ощутившись за дверью, крикнул «Будет тебя от меня за это, негодяй, мальчишка!» Укрывшись в надёжном месте, Том осмотрел две большие иголки, заткнутые за отворотами его куртки и обмотанные вокруг нитками. На одной игле была чёрная нитка, на другой белая. Она бы и не заметила, если бы не Сид. Ишь, дьявол! Ведь она нитками-то разными шьёт, то чёрными, то белыми. Где ж мне упомнить? Уж держалась бы одних. А всё-таки я, Сида, за это вздую. Волк, меня заешь, если не вздую. Том не пользовался в градке репутацией примерного мальчика. Он хорошо знал, кто примерный мальчик, и терпеть его не мог. Через две минуты и даже меньше он позабыл все свои невзгоды. Не потому, что его невзгоды были менее тяжелые и горьки для него, чем это бывает у взрослых, но потому, что его всецело захватил новый интерес. На время отодвинувший на второй план и вытеснивший из его души все другие заботы. Точно так же, как взрослые забывают свои несчастья, увлёкшись какой-нибудь новой затеей. Новый интерес заключался в новой манере свистеть, перенятый томом у одного негра. Теперь он мог без помехи упражняться в этом искусстве. Манера эта заключалась в подражании птичьему свисту, прерываемому воркованием, для чего нужно было время от времени, через короткие промежутки, не прерывая звука, дотрагиваться языком до нёба. Читатель, вероятно, помнит, как это делается, если только он когда-нибудь был мальчиком. При помощи внимания при лежании Том скоро постиг, в чём тут суть, и шагал по улице с головой полной гармонических звуков и душой полной признательности. Он чувствовал себя вроде того, как чувствует себя астроном, открывший новую планету. И радость открытия, глубокую, сильную, без всякой примеси, мальчик испытывал, несомненно, в большей степени, чем астроном. Летом вечера долгие. Ещё не было темно. Внезапно Том оборвал свой свист. Перед ним был чужой незнакомый мальчик, чуть побольше его самого. Появление нового лица, какого бы то ни было пола и возраста, в таком маленьком городке, как Санкт-Петербург, естественно, вызывало напряжённое любопытство. К тому же мальчик был хорошо одет, хорошо одет в будний день. Это было прямо-таки поразительно. На нём была прихорошенькая шапочка, его синяя суконная курточка, плотно прилегающая к телу и застёгнутая на все пуговицы, была совсем новая и чистенькая, точно так же, как и его панталоны. На нём были надеты и башмаки, хотя день был не праздничный. У него даже галстук имелся на шее. Яркая ленточка. Вообще у него был вид горожанина, оскорблявший Тому до глубины души. Чем больше Том глядел на это дивное диво, тем выше он задирал нос, делая вид, что пренебрегает такими нарядами, тем беднее у Божи казался ему его собственный костюм. Ни один из мальчиков не начинал разговора. Делал шаг один, делал шаг и другой, но только в сторону, по кругу. При этом они всё время стояли лицом к лицу и смотрели в глаза друг к другу. Наконец Том сказал, «А я могу тебя поколотить». «Посмотрел бы я, как бы ты это сделал». «А что ж, и сделаю». «Не сможешь». Короткие руки. «Смогу». «Нет, не сможешь». «Смогу». «Не сможешь». «Смогу». Наступила неловкая пауза, а затем Том снова начал. «Как тебя зовут?» «Не твоё дело». «Ой, смотри, как бы не влетело». «Что ж, зачем дело стало?» «Скажи ещё два слова». «Два слова, два слова, два слова. Вот тебе, ну». «Это очень остроумно». «Я бы мог, если бы захотел побороть тебя одной рукой, привязав другую у себя за спиной». «Почему ж ты этого не сделаешь? Ты же говоришь, что можешь». «Конечно, могу и сделаю, если ты будешь приставать ко мне». «Ну, конечно. Слыхали мы это уже не раз». «Франтик, думаешь, что расфронтился так уж и персона?» «Ой, какая шляпа». «Можешь разорвать её, если она тебе не по вкусу. Ну-ка, попробуй сбить её у меня с головы. Вот тогда и увидишь». «Врёшь ты». «Сам ты врёшь». «Ты задира и лгун». «Ладно, проваливай». «Эй ты, слушай, если будешь ещё дразниться, я вот этим камнем в тебя запущу». «Так чего ж ты дожидаешься? Почему ты всё только грозишься, а на деле нет ничего? Тросишь, значит?» «И не думаю». «Нет, трусишь». «Нет, не трусу». «Тросишь». Снова пауза, и снова мальчики обхаживают и оглядывают друг друга. Они сошлись, наконец, плечом к плечу. «Убирайся отсюда», — объявил Том. «Сам убирайся». «Не желаю». «И я не желаю». Оба стали в позу и сцепились в рукопашную, была и ненавистью друг к другу. Но ни один не в состоянии был взять верх над другим. Когда, наконец, оба запыхались и раскраснились, воинственный задор их несколько улёгся. И Том объявил. «Ты трус, щенок. Погоди, я напущу на тебя моего старшего брата. Он мог бы пригнуть тебя к земле одним мизинцем. И я таки заставлю его это сделать». «Очень я боюсь твоего старшего брата. У меня у самого есть брат ещё побольше твоего, и он может швырнуть твоего вон через тот забор. Это будет получше». Оба брата были плодом фантазии мальчиков. «Это ложь. От слова не станется». Том большим пальцем ноги провёл черту по пыли и сказал. «Допрещаю тебе приступать через эту черту. Не то я так тебя исколочу, что ты и не встанешь». Чужой мальчик поспешил встать на черту, говоря, «Ну, посмотрим, как ты это сделаешь». «Отвяжись», — говорил, «лучше отвяжись». «Да ведь ты же хвастал, что прибьёшь меня. Чего ж ты этого не делаешь?» «Не прибьё». «Думаешь, не прибьё?» «За два цента прибьё». Чужой мальчик вынул из кармана две медные монеты и с насмешкой протянул их Тому. Том вышиб их из рук врага, так что они покатились на землю. Миг, и оба мальчика катались в грязи, свившись в клубок, как две сцепившиеся кошки. С минуту они таскали друг друга за волосы, за уши и носы и беспощадно рвали один на другом платье, покрывая себя пылью и славой. Наконец, хаос принял определённую форму, и в дому сражения обрисовалась фигура Тома, который сидел верхом на своём противнике, дубась его кулаками по спине, приговаривая. «Вот тебе, хвастунишка! Что, будет с тебя?» Мальчик напрасно старался освободиться и громко ревел, больше от бессильной злобы. «Что получил? Вот тебе! Вот тебе!» Том продолжал работать кулаками. «Говорят, проси прощения!» Наконец, у чужого мальчика вырвалось подавленное. «Пусти!» И Том отпустил его, говоря. «Это тебе урок! В другой раз не вяжись без разбору!» Чужой мальчик пошёл своей дорогой, встряхивая пыль с платьев, схлипывая, сопя носом, время от времени оборачиваясь, качая головой и грозясь жестоко отдуть Тома, попадясь он только ему ещё раз. Том отвечал насмешками и отправился домой гордой своей победой. Но не успел он повернуть спину, как чужой мальчик запустил у него камнем и угодил как раз между лопаток, а сам навострил лыжи и помчался, как антилопа. Том гнался за предателем до самого его дома и таким образом узнал, где он живёт. Некоторое время он дежурил у калитки, вызывая врага на открытый бой. Но враг только строил ему рожи в окно, а выйти не пожелал. Наконец, появилась мамаша врага, обозвала Тома гадким, испорченным, мужицким ребёнком и велела ему убираться прочь. Он ушёл, уверяя, что уходит только потому, что ему не хочется руки марать об такую дрянь. Домой он вернулся поздно и осторожно влез в окно, стараясь не нашуметь. Но за окном его ждала засада в лице его тётки. И когда тётка увидала, что стало с его курткой и панталонами, её решимость засадить его в праздник за тяжёлую работу стала твёрдой, как алмаз.